Всем привет! В эфире заметки о Черкесии. Сегодня мы в гостях в футбольном клубе Краснодар у Нурбе Хасановича Кунова. Он, как вы знаете, если вы интересуетесь спортом, особенно футбол, наверняка знакомы с ним. Футболе, наверное, у нас в регионе, особенно и вообще в России, достаточно известное. Нурбей Хасанович, несколько вопросов возникло для нашего канала по тематике футбола, как спорта, именно его популярности среди адыгов. Ну, хотелось бы для начала спросить, вот как вы сами пришли в этот спорт, в футбол? Что вас увлекло именно в этом виде спорта? Почему, допустим, не силовые упражнения, тяжелая атлетика, когда было популярно раньше? Давайте я тоже поприветствую тех, кто будет смотреть передачу. Вообще-то интерес сформировался довольно рано. Дело в том, что первые годы своей жизни довелось меня прожить в славном ауле Чапсинка, Шкабрского района, где увлечение футболом было фантастическим. И вот были старшие ребята, считалось за честь, если бы где-то в кузове грузовика тебе удавалось найти местечко и поехать посмотреть их встречи в соседних станицах, футарах, аулах. В принципе, размеченная площадка, ворота, какой-никакой судья. В общем, матчи проходили с азартом. И тогда такое увлечение было, что не только футболом, но и другими игровыми видами спорта, в основном волейболом, там даже надо было очень отстоять, чтобы попасть. Проигравший там побывал, по кругу, это все бесконечно продолжалось. А матчи славно ребята были, скажем, по фамилиям, с такими фамилиями, как Эвол Вороков, там ребята такие, ну уже, да, какие-то казаровские имя. Там ребята, которые, ну скажем так, лет на семь, восемь, девять, десять старше меня, вот это поколение было очень спортивное. И они дали толчок. А потом, когда уже семья переехала в Майкоп, я, по сути дела, со второго класса, там с возраста восемь-девять лет, начал заниматься, тогда еще футбольной школы не было, как таковой, была группа подготовки, футбольная команда «Дружба моряков». Я, можно сказать, с первых своих дней прошел всю систему юношеской подготовки там. Вот, и по окончании общеобразовательной школы, в семнадцать, там с половиной лет, я уже уехал в тогдашний Ленинград, поступил в институт физкультуры Лесгорта, на кафедру футбол-хоккей, обрести специальность футбольного тренера, ну и уже тогда, уже целенаправленно футбол, да, целенаправленно так, то ли я вошел, то ли футбол вошел в мою жизнь, но, в общем-то, это уже из увлечения превратилось в профессию. Вы, как тренер, который работал в свое время и в Майкопе, и в Мальчике, и в Черкесске, да, то есть во всех первых республиках черкесских. На ваш взгляд, вот если брать то время, были ранее советские, где была сильнее футбольная школа, интерес к футболу у местных ребят? Вот по интересу не могу судить, наверное, везде был интерес, поваренный при том, и стадионы заполнялись, и люди органично вплетали посещение матчей в свою жизнь, это было место встреч, уже и узнаваемые лица, но по уровню развития, конечно, в Мальчике, да, школа там была посильнее, традиции посильнее, если честно сказать, чисто арифметически, народу побольше, вот, и поэтому передача у вас такая, может быть, немножко узконаправленная, и поэтому вас, наверное, интересует представителей этноса, да, вот. Ну, в целом, да. Вот. Первые ребята адыгские, которые заиграли на высоком уровне и добились успехов, это были кабардинцы, значит, первым вообще из адыгского народа, славное имя, можно сказать, это сделал Александр Апшев, чемпион страны в составе Тбилисского Динамо в 1964 году, и некоторое время спустя он стал обладателем Кубка страны в составе Московского Динамо, вот следом вырос, ну, на мой взгляд, самый лучший из футболистов нашего этноса народа, Владимир Штреков, много лет отыгравший в сборной страны и много лет отработавший в премьер-лиге, добившийся немалых успехов, особенно с московским локомотивом, вот. Вот. Также в тогдашней высшей лиге СССР отметили, сыграли матчи свои, братья Кляруговы. Сыграл Руслан Ашебоков, сыграл Олег Курашинов. Это ребята, которые раньше прошли этот путь. Вот. В Майкопе реально тогда, наверное, не могло появиться школы. Ну, скажем, наши представители... Ну, во-первых, в Майкопе тогда нас просто было очень мало, скажем так. Больше, наверное, да? Да. В основном сельское население. Вот потом ребята адгейской национальности стали ходить заниматься футболом в Майкопе, когда реально, ну, уже так много родителей переехало, уже они стали городскими жителями и так далее, и так далее. Да. Кто-то начал в вузы поступать и так далее. Ну, надо же заниматься с детства, а надо родиться в Майкопе или там, хотя бы, по крайней мере, переехать туда в детском области. Вот. Или в интернат тогда действовал. Ребята приходили, со мной в группе подготовкой занимались парни из интерната. Они тоже отметились. Из Майкопа, вот, из нашей школы, первым, который попробовал сел из своей в тогдашней высшей библии советского футбола, был Юрий Нагоев. Он, если память не изменяет, в 1975 году провел пять матчей за тогда славную команду, может, он не помнит, Скоростов. Очень силен был, боролся с Киевским Динамо, с Московским Губами, практически на раунду. Вот. Чуть позже уже ребят стало много. Заиграл Адам Натхо в Краснодаре, потом Майкоп всю жизнь там провел. Ну, они просто по возрасту моложе, чем те, которые я перечислил. И, наверное, немножко перекос неправильно был сделан, а те, кто до конца не знает историю, местами по времени могут переставить. Ну, да, сравнивать нельзя все-таки разно. Но историю надо переписывать, переделывать. Она есть, какая она есть. Первым был Александр Рапшин. Это вот легенда. А вот, скажите, вы сталкивались когда-нибудь с представителями, допустим, из Адыгат, ну, кто из других стран, из репатриантов? Вы говорили, что с израильскими, да? Ну, такой момент был в жизни, когда как-то традиция начала складываться, к сожалению, что она оборвалась, когда майкопская дружба выезжала в Израиль, конкретно по Аркаму. Там есть люди, они и сейчас, слава богу, в возрасте в хорошем, живы, здоровы, которые организовали эти встречи. Да, мы выезжали, и как потом выяснилось, вот тот парень, который, Эберс Натхо, который играл в России столько лет потом, на тот момент, когда мы там ездили, там 3-4 годика было, ну, конечно, я не мог тогда понять, что это этот парень, который потом заиграет в России. Но в числе множества детей, которых мы таскали на руках, наверняка вам было, и в том числе так сложилось. Недавно привозили парня на просмотр 2001 года рождения в Академии, но надо понимать, да, уровень Львосветенко в нашей Академии сейчас настолько высокий, по 5-6 человек, каждого возраста играет в сборной команды России. И в 2001 году, в 2002 году и дальше, в 99-й год рождения вообще был представлен, можно сказать, целой командой в футболе России. Вот сейчас ребятам, которые вырастают в таких, скажем, полевых условиях, ну, просто тяжело, невозможно конкурировать с нашими. Вот другой уровень обученности, надо понимать. А так, ребята, есть, и я встречал, на высоком уровне ребята играли, Хасан Шаш, в сборной Турции, когда они самого высокого успеха добились. Там еще были несколько ребят, Савбур Хакам, и, если вы знаете, у знаменитого нападающего Баварии, Мехмеда Шоля, женская половина предков-адыгейская. Ну, есть ребята, но, в принципе, нас подняли вопрос под таким углом, и я задумался. А так, я знаю, что это вот наши ребята, хорошие футболисты, радуешься, а так, честно говоря, я никогда не задумался, кто какой национальности. Мы очень дружно жили, живем, слава богу. Но раз вас интересует именно этот аспект, ну, пожалуйста, есть о ком поговорить. Это так необычно, потому что хотелось понять, вот, ребятам... Ну, из тех ребят, с кем мне удалось поработать, ну, кому, как говорится, удалось... Мне удалось что-то заложить, может быть, часть моя там есть. Я вот в первую очередь отмечаю, конечно, это... Заура Хапова. Чемпион страны, победитель кубка, нынешний тренер-братарей московского локомотива. Очень успешный футболист человек. Ну, и еще пару ребят, которые получили медали в кубке. Ну, там больше, как говорится, по материнской части. Это Шамили, Сайер, Сан-Бибиджей, те ребята, у которых мама... Казгенки, да. Есть. Еще много ребят было в Нальчика, которые могли бы на этом уровне играть. А вот на сегодняшний день, если смотреть на новую активность, есть интерес? Вы имеете в виду... Интерес очень большой. Да, из ребят, из республик. На детском уровне, на юношком уровне интерес очень большой. Есть проблемы на взрослом уровне, но они больше связаны с экономическими, социальными, скажем, моментами. Что сейчас, как вы знаете, в Черпесске вообще уже несколько лет нет команды. К сожалению, последний этап, с которым я работал, после этого они... Ты не собрали. Приняли программу на время, как они выразились, свернуть профессиональный футбол. Вот Нальчик, который много лет успешно выступал в Ишилии, и на Лиге, и на Лиге, выступает сейчас во второй Лиге. И у нее соперником является командой Краснодар-3. То есть вот такое соотношение уже пошло. Было время, когда Краснодар-1 снизу вверх смотрел на Спартак-Нальчик, а теперь, к сожалению, Спартак-Нальчик играет с Краснодаром-3. Примерно такая же картина в мой год. Там хорошая, крепкая команда, люди занимаются, они никогда не живут там по организации. По местам может быть всякое, по организации неопределенного уровня. Падают, сохраняют, стараются. Но, как вы знаете, только в этом году чуть-чуть народ начал возвращаться на трибуны. До этого просто по посещаемости провал был. Просто при пустых трибунах много лет играть. Это у нас, к сожалению. С экономическими или может все-таки интерес? Ну, знаете, у зрителей же все очень просто. Без транстрибции. Как пишется, так и читается. Играют команды хорошо, им интересно они ходят. Если команда не играет, они не ходят. Но дальше уже разговор должен идти терминами, как говорится, профессиональными. Почему не играть? А вот потому что такие условия. Почему не приходят хорошие? Почему любой мальчишка, который вырастает, на сторону смотрит? Потому что там лучше. Это, кстати, и кто футбола касается. Очень много ребят ищут места получше и уезжают. Знаете, что ребята многие, которые выросли в Европе, в плане борьбе, скажем так, представляют другие регионы. Ну, тут что сделаешь? Ну, да, что? Ну, не будем, наверное, напечальными. Нет, нет, совершенно не печальная нота. Это все как есть. Как бы, если бы сегодня к вам молодой человек, который хочет определиться со спортом, подошел, спасибо. В футбол мне пойти, допустим, мне нравится футбол, но принадлежаю, допустим, борьбой заняться. Как бы вот рекомендовали мне? Я на этот вопрос давно ответил. Знаете, вот самый знаменитый спортсмен Мурат Хасанов. Слушай, я, ну, вот он, как скажем, по родственной дни, близкий мне очень человек. Я могу ему говорить что угодно, тем более, что в свое время я совершенно нечаянно нашел его. Во дворе. Отдал тренеру, нашел, ну, что он там валялся. Посадил в машину, увидел его, вот за голову схватился, посадил в машину, привез тренеру, отдал. Все, моя миссия закончилась. Вот, в шутку, не в шутку, вот я ему говорил, лучше бы ты один раз стал бронзовым призером чемпионата России по футболу, чем 11-кратным чемпионом мира по самбо. Ну, и мы смеемся над этим. Футбол сам по себе, независимо от Адынии мы, из Нигерии, мы независимо от этого, вот. Футбол есть вид спорта, который не может идти в общем списке. Вот я литературу делю пушки и остальные. Вот так и футбол. Вот футбол и остальные виды спорта. Футбол, это виды спорта делятся на две категории. На футбол и остальные. И вот этот чемпионат мира, вот я всегда так говорил, но чемпионат мира, который сейчас прошел, мы очень многим людям глаза раскрыли. Футбол это не вид спорта. Это что-то другое. Что другое пусть, что для себя выбирать. Это явление мирового масштаба, уровня. Это когда миллиарды людей говорят о чем-то одном, смотрят что-то одно. Надо задуматься просто. Есть очень много видов спорта, где на соревнованиях присутствуют спортсмены, тренеры, зуги, пару журналистов и пару родственников. Ну и как футбол можно с ними сравнивать? Согласен, да. По 80-90 тысяч. И больше собиралось бы, если в стадионы позволяли бы и так далее. Но, понимаете, нельзя кому-то чего-то навязывать. Вот мои сыновья не захотели играть в футбол, я им не навязываю. Я, равно как и любому другому человеку, не могу навязывать. Стань посредством футболистом, а он за это время мог стать физиком-ядечником. Внутри сломается. Или крупным коррумпированным кинограммом. Как здесь можно поталкивать людей? Но если у человека есть интерес к футболу, то я бы ему не просто посоветовал бы заниматься, а привести себя в порядок, полностью подчиниться. Потому что по-другому. На профессиональном уровне не будешь. Вот те времена, когда люди многие не понимают. Вот мы раньше играли во дворе, со двора приходили, играли и так далее. Это время ушло. Если бы Пьер де Кубертен, когда возродил Олимпийские игры, мне сказали бы, надо поехать туда. Я бы собрал бы почти любую группу ребят. Потренировал бы их 2-3 месяца. И мы поехали, и по какому виду спорта может медаль принять. То уровень ушел этот. Никогда не вернет. Надо понимать, что сейчас, так обороться. Сейчас, да. Поэтому этому парню я бы сказал, хочешь играть для себя. Занимайся другими делами. И ходи игра, нет проблем. Он тебе поможет. Если ты хочешь профессионально этим заниматься, фактически приходится. Очень можно бежать. Спасибо большое за интервью. Неожиданная передача. Я не думал, что вы в наш славный клуб придете. Приходите сюда. Здесь, кстати, если вас интересует, у нас много ребят в Академии занимается. Да, мы так уже подскажем. Слева во берега Кубани. Всем рекомендую посетить хотя бы раз. Ну и парк, и стадион. Убериться посмотреть на всю эту красоту. Конечно. Воспользуясь случаем, прорекламирую, что любить футбол всю жизнь и не побывать в структуре футбольного клуба Краснодар считай, что ты не жил. Тем более, все рядом. Да, все рядом, все хорошо. Ну, ребят, вот такая для нас это тоже такая необычная тема. Мы хотели ее отразить, действительно. Потому что есть определенная аудитория, которая любит спорт и которая бы хотела взглянуть его и со своей, с нашей стороны немножко, футбольный клуб скульптурный. Я надеюсь, всем понравилось. Если будут какие-то вопросы, задавайте их. С удовольствием на них ответим. Я думаю... Более, я хочу сказать, раз такая специфическая аудитория у вас, что у нас очень интернациональный клуб. Я даже боюсь ошибиться, заблудиться, если только начну перечислять, сколько кроме перемешано в одном руководстве клуба, команд и так далее, и так далее. Ну, как Северный Кавказ. Ну, это здорово. И город Краснодар. Ну, это здорово. У нас нет таких проблем. У нас есть проблема, только можешь, не можешь, хочешь, не хочешь. Все, на этом все, наверное. Спасибо большое еще раз. До новых встреч. Всем пока.